Хай, привет! На днях я готовился к выпуску о Ягуаре, который вы так давно ждёте, и решил поизучать отечественные форумы и отзывы на предмет наличия хозяев и того, как они мудрятся с его электроникой. В очередной раз я наткнулся на череду фейспалмов и вспомнил, что изучать инструменты по отечественным форумам и гитарным — это всё равно, что слушать бабушек на скамейке, от них лекции об экономическом положении США. При том, что, конечно, у кого из них нет экономического образования, да и инсайдеры, в общем-то, под сомнением. Куча непонятных советов а-ля «не бери современного мексиканца, потому что это подделка, возьми японца из 70-х» и ещё много-много-много всякой ереси доходит до магазинов. И я действительно частенько встречал людей, которые хотят купить новый инструмент, и перед этим вываливали на меня целый такой арсенал бэкграунда, начитавшись. А я потом пытался сопоставить всё это с реальным миром. Что, сегодня мы поговорим об этих вредных советах, ну или же мифах гитаристов. И первый подобный совет, который я до какого-то времени часто находил у себя в комментариях, но, слава богу, такие знатоки начали выцветать или уходить на другие каналы, неважно, это то, что с самого начала надо копить и покупать себе дорогой инструмент, потому что на дешёвом ты туп не научишься. Безусловно, купив инструмент за 2-3 тысячи рублей, акустика это или электрофузиум какой-нибудь там, Дэн, да, в Ашане или где-то ещё, вряд ли вы научитесь на нём играть, потому что китайцы, которые его делали, у них даже не было образца. То есть там зачастую геометрия вся вообще наугад сделана. То есть размеры, высота порожков, и человек, даже умеющий играть на гитаре, он зажав там аккорд, он не попадёт в ноты, потому что ты настраиваешь открытую струну, да, ну, собственно, она попадает в ноту, а первый лад уже не попадает в ноту, и всё. Можешь играть только по открытым. Вот, но если быть реалистом, то как это случается в реальной жизни? Представьте себе, как это вот переносится в реальный мир. Человек, обычный человек, собственно, российский, с обычной зарплатой в 25 тысяч рублей, решает, что он не будет покупать себе ширпотреб начальный какой-нибудь там Jackson GS11, GS12 за 18-20 тысяч рублей, там, да. Он будет копить на вот Jackson Soloist X Series за 60 тысяч. И здесь разница 40 тысяч рублей. Казалось бы, ну, мы все понимаем, что это не две зарплаты, то есть по 25 тысяч рублей, это много времени, то есть за вычетом ЖКХ, еды и жизни остаётся у нас не так много. И получается, что человек будет, ну, собственно, копить эти 60 тысяч буквально полгода, а то и больше. В результате он покупает этот инструмент, и по факту там, оказывается, никакие звукосниматели такого же класса. Там, опять же, оказывается не очень хороший флойд, достаточно много косяков. И он в шоке, а как же так получилось? Я же копил, я же купил инструмент за 60 тысяч рублей, это как бы две с лишним моих зарплаты. А получается это в связи с тем, что на самом деле и Jackson GS12, и Jackson D2S X Series буквально одного класса. Это класс 500 баксов. Для европейца, американца эти инструменты в категории до 500-600 евро. И если же вы, скажем, не знаю, работаете мороженщиком на улице или продаваете компакт дисков, ну, какая-то такая непыльная, не требующая квалификации работы, вы получаете там, ну, не знаю, 2-2,5 тысячи баксов. И для вас это 25%, а то и 20% вашей зарплаты. То есть это инструмент, который изначально делается с расчетом на то, что это инструмент для продавца обуви, который вечером приходит домой и хочет поиграть на этой гитарке. То есть, да, с LSDX он будет чуть посимпатичнее, у него будет чуть под больше отделки, там, как-нибудь золотой, не знаю, золотые колокольки, золотой флой, там, может быть, что-то еще. Будет написано Seymour на датчиках, но это явно не Seymour Dunk, а Seymour Design. То есть, типа, внешне похоже на Seymour там написано. Вот за это платить. То есть, по факту, это инструменты одной ценовой категории. И да, это печально, что там продавец обуви может просто позволить себе этот инструмент с одной зарплатой, и причем, ну, как бы не пожалеть, просто вот купить его просто так. А у нас человек будет копить на него полгода. Но это не отменяет того факта, что и то, и то остается бюджетным инструментом. И в наше время, купив за 100 тысяч рублей инструмент, вы также можете столкнуться с обычными такими явными косяками на нем. Потому что такое время, потому что такая ситуация, потому что такая вот ситуация с нашей валютой в том числе. Для того, чтобы научиться играть на гитаре, ваша гитара должна первая попадать в ноты, и вторая должна быть удобной. Ну, и по возможности нравится вам. Но по факту вот два самых важных составляющих. Это называется хорошие игровые качества. И хорошие игровые качества можно встретить на гитаре за 10-20 тысяч рублей. Очень часто у ребят, у которых дома много дорогих инструментов, есть одна бюджетка, любимая, которую они таскают по всему дому, по всей квартире, еще и там можно на репетиции. И играют на ней, занимаются на ней, совершенствуются на ней. Потому что удобно, потому что нравится играть, нравится по ощущениям. Поэтому можно купить какой-то там и бонес индонезийский на Авито, там за 10 тысяч рублей, ну можно было точно. Можно купить и новый инструмент, вполне себе недорогой, и при этом он не будет мешать вам заниматься. Да, там будут более дешевые комплектующие, лак, меньше отделки, но для занятий это не так важно. У нас в магазине, где я работал, было три любимых инструмента, на которых мы могли поиграть, как вот, собственно, продавцы. И это были не самые дорогие инструменты. Это был белый Джексон GS11, очень удачный. Это был розовый Сквербулль Стратокастер, даже без стрема, он самый дешевый. И это был Джазмастер Афинити. Вот три экземпляра именно, потому что важно, что понимать надо модели, экземпляр, там все-таки разные вещи, которые были суперские, чтобы просто взять и поиграть, и вот позаниматься, кайфануть. Все, с этим определились, идем к следующему. А теперь настало время небольшой, но очень полезной для тебя интеграции. Если ты прямо сейчас ищешь, кого бы приласкать, почистить, с кем бы уединиться на самоизоляции, и, скажем, любишь японское качество, то я напоминаю тебе о том, что есть топовый магазин вторички Guitar Collectors. И здесь надо объяснить, что такое магазин вторички. Это когда ты собираешься сэкономить и купить себе инструмент на авито. И у тебя есть еще один вариант, когда ты можешь сделать все то же самое, но купить ее в магазине с историей, с кучей отзывов, с положительными отзывами, с высоким рейтингом и репутацией. При этом там для тебя гитарку сначала отстроит мастер, отполирует, доведет ее до ума, и она приедет точно в рабочем состоянии. При этом тебе ее отправят как надо, запакуют, она доедет. И она доедет по всей России в кратчайшие сроки. При этом здесь есть реальный выкуп инструмента назад, если он тебе как-то не зайдет. Естественно, с небольшим процентом потерь по издержкам. Магазин действительно очень известный, занимается этим давно, и у него приличный каталог инструментов, который постоянно пополняется, потому что ребята занимаются еще и выкупом ваших инструментов также по всей стране. Но помимо всего того, что я описал, ребята с Guitar Collector's обещают лучшую цену на вторички. Поэтому мне кажется, вам нужно добавиться в группу ВКонтакте по ссылке в описании и регулярно заходить и поглядывать. Мало ли там чего-нибудь вкусненькое попадется. Следующее, мое любимое. Я пообщаюсь со своим знакомым, он у меня мастер, он у меня шарит, причем мастер, которого я почему-то не знаю в городе, да? Он у меня супер-мега клево играет на гитаре, а значит, что он супер-мега шарит в инструментах. Это прям самый лучший вариант. Сколько раз было такое, что человек покупает инструмент, говорит, сейчас, типа, вот он меня, типа, мне особо не доверяет, сейчас я позвоню знакомому, и мы сейчас все решим. Он звонит знакомому, и по телефону подносит телефон к одной гитаре, делает по стрункам дрин-дринь, и тот слушает такой, угу, понятно, ну-ка, давайте теперь Ямаху, подносит телефон к Ямахе, делает дрин-дринь, и тот чувак по телефону говорит, да-да, первый вариант звучал, конечно, побогаче, поинтереснее. Вот это вообще, ну ладно, это один из таких смешных нюансов. Плюс, сколько раз еще приносили мне инструменты назад, сломанные, когда у них там порожек переточили, когда у них анкер сорвали, то есть человек пытался выгнуть его в другую сторону вообще, не то, что прямым сделать гриф, а в другую сторону. Я спрашиваю, а зачем вы это делали? Говорят, ну как проверить? Он же должен работать в эту сторону. Плюс еще есть разряд, категория людей, которые где-то что-то там у кого-то услышали, в каком-то интервью, что какой-нибудь металлист сказал, что я не играю на Лесполе, потому что мне неудобно, потому что он тяжелый. И теперь тебе, как своему другу любимому, затирает то, что надо покупать Суперстрат. Ты хотел купить себе Телекастер, или там Леспол там беленький, или Телеспкастер там какой-нибудь там, я не знаю, Сюрф Грин. А он тебе затирает, что ты на этом играть не научишься, тебе надо покупать Суперстрат, вот Черный Бонесс или Черный Джексон, или там Куншектер, потому что вот на них вот удобно играть, а на этом-то соло не научишься играть. Чувак, который там металлист, и который играет все эти концерты, он, да, он играет 200 концертов в году, по 2 часа в день, он с этой гитарой катается за спиной, постоянно по миру, да, и ему реально лист повод лишненький его нафиг не сдался, ему тяжеловато. Он гоняет сикстоли там в темпе 130 на концерте, стоя там, ему еще, может, бегать надо. И да, ему на Суперстрате удобно играть эти сикстоли, но ты-то при чем тут? А? У тебя задача научиться зажать струну и дернуть ее нормально, одновременно, хотя бы вот это вот сделать. Неужели ты думаешь, что нельзя научиться играть по аккордам на Лесполе или Телекастере, да, или же нельзя научиться играть какие-то мелодии, соло на них? Следующее, сюда же, когда говорят, что вот мой преподаватель, он сейчас придет и выберет инструмент. И приходит дядька, который там, не знаю, ему лет 60-70, он просто берет инструмент, и как его учили в советской школе, когда вообще не было никакой школы, собственно, там, музыкальной где-то там в колхозе, просто начинает долбить по струнам адские, все звенит, трещит, и он говорит, что гитара говно. Ну, конечно, говно. Струна сама по себе колеблется, наверное, с колебанием-то миллиметра четыре, да, а у тебя высота полтора миллиметра на гитаре. Ты по ней бьешь, она звенит. Логично, физика. Может быть, физика говно, я не знаю. То есть, в чем твоя проблема? Объясни мне. То есть, и преподаватели, и знакомые часто уже давно не в теме. Объясню. Во-первых, когда я выношу инструменты для покупателя, я достаю конкретный экземпляр, я смотрю конкретный экземпляр, и если мне он не нравится, у него там какие-то косички внешние, по грифу, что-то там не так криво припаяно, какой-то призвук в бридже, то есть, да, он с завода неудачно как-то сразу отстроен, но мне не нравится. Я запаковываю его в коробку, и выношу ту же самую модель, другой экземпляр. То есть, модель гидара не поменялась. Но я достаю, и вижу, что инструмент другой. Для того, чтобы быть в теме, надо работать в этой теме, собственно. Потому что одна и даже модель инструмента, какой-нибудь там и Бонес, не знаю, ГРХ-20, банально, да, вот самый бюджетный, он за год может поменять и лакокрасочное покрытие внешку, от просто черного до какого-то там блески. Он может поменять пикапы, он может стать датчик там, то есть, переключатель свитч не трехпозиционным, а пятипозиционным с отсечками вдруг встать, да. Может поменяться бридж железа, накладка может поменяться, материал, могут поменяться лады, материалы древесины. Да все в гитаре меняется. Это одна и та же гитара, одного и того же года выпуска. В характеристиках на сайте ничего, естественно, не меняется, но каждый раз приходит другая гитара. Приходит и Бонес, там, допустим, 421-й, один, приходит второй, следующий, через месяц. Ты их берешь, два в руки, они весят вообще там полтора кило, разница, собственно. То есть, и еще и звучат по-разному, одна фонит, вторая не фонит. То есть, нельзя судить даже по модели, как вот многие судят по стране. Это вообще тоже национализм в гитаре, я давно с этим борюсь. Ребят, во-первых, японцы когда-то тоже только начинали учиться делать гитары. Есть японцы бюджетки, есть японцы подделки, есть японцы, которые изначально делались как подделки, как сейчас делаются на Алиэкспресс. Когда-то они начинали только делать, потом они научились это делать. Азиаты, они в принципе не могут придумать, но они учатся хорошо, да, и они могут хорошо копировать. То же самое с китайцами. Когда-то они делали просто какую-то дрянь. Сейчас многие китайцы, то есть, если у них только задачи нету, если им дадут задачу сделать хороший инструмент за 100 тысяч рублей, у них такую конфетку сделать за 100 тысяч рублей, которую в Америке вам не сделают за эти же деньги. Если им дадут задачу сделать бюджетку за 20 тысяч рублей и сделать ее хорошо, опять же, они сделают вам ее за 20 тысяч рублей лучше, чем кто-либо другой в мире, потому что, ну, пока еще там все-таки дешевая рабочая сила, но уже все-таки есть качество. Это я к чему. Во-первых, нельзя судить по стране. Есть японских, куча инструментов, у которых криво установлены грифы, даже причем от именитых компаний, да. Есть японские инструменты, которые неимоверно как-то фонят просто. Просто вот. У них, может быть, даже прикольные датчики, но фонящие датчики, которые ставили не понятно ничего. Есть бюджетки японцы, которые изначально бюджетка, то есть, это изначальный инструмент делался из дешевого дерева без подбора качества, с дешевой покраской, дешевыми датчиками, дешевым железом, фурнитурой. Ему 25 лет, 30 лет, его убивали все эти 30 лет, и вы теперь его покупаете в надежде, что это японец, а значит, это качество. Нет, это убитая дешевка. Не значит, что все японцы плохие, но надо шарить, более-менее хотя бы, покупать хотя бы рабочие лошадки. А, кстати, рабочие лошадки начинаются примерно от 25, а не за 15-13 тысяч. Бывает случай, я купил как-то японский баз за 2000 рублей, но это опять же я, потому что я знаю, что это за серия, и да, я умею торговаться. Частенько случались ситуации, когда человек приходит себе покупать какую-нибудь электро, да, ну или же акустику, ты ему говоришь, ну, в принципе, за свои деньги это неплохой вариант. Он уходит, через полгода он приходит со своим знакомым купить такую же акустику своему другу, потому что она у меня такая, он доволен, собственно, и ты начинаешь ему объяснять, что да, модель та же, цена та же, но теперь я этот инструмент тебе не советую. Он начинает возмущаться, почему? Ты ему каждый раз начинаешь объяснять, смотри, лады теперь здесь, уже не серебристого оттенка, да, металлического, а желтого, значит металл уже другой используется, да, порожки, видишь, они тоже уже изменились. Накладка, в которой установлены лады, она теперь не из дерева, она теперь из прессованного винегрета, да, соответственно, неизвестно, как, что там в будущем будет. Колки теперь, уже нету винтиков, видишь, на шишках, нельзя подтянуть. Бридж теперь у тебя, видишь, он теперь не из дерева, он теперь из прессованной бумаги, которую покрасили. И казалось бы, ничего, но ты один раз поменял струны, два, три, пины ты каждый раз вынимаешь, засовываешь, там остались вмятины, эти пины уже не держатся, значит, ты уже не можешь поставить сюда струну, значит, гитару у тебя без струны, она тебе не нужна. То есть, это важно, это обалдеть, какие важные нюансы, о которых тебе никто не скажет. Никакие отзывы, никакие там характеристики, никакие друзья, которые там 10 лет играют на своей гитаре, на одной гитаре, и теперь он почему-то шарит во всех инструментах. Нет, надо быть в теме. Следующее закоренело и очень неоднозначное утверждение, это то, что я не идиот, я не буду покупать гитару в магазине, новую, я куплю ее на Авито, там в два раза дешевле, собственно. Особенно это забавно слушать от новичков. В чем прикол? Вот когда я искал вот этот фотоаппарат, начну с небольшого сравнения, да, вот это вот, то, что я сейчас снимаю, камеру, я наткнулся на фотик, который я покупал 6 лет назад за 25 тысяч рублей, и увидел его там за 27, пишет в хорошем состоянии. Ну, потому что люди как мыслят? Они думают, что я купил тогда-то за 25, сейчас цены подорожали, и поэтому я отдам его, ну, вот за 27. Нормально, типа, да, ну, смотрят, все остальные продают. Причем продаются в основном какие-то неудавшиеся моменты, то есть модели, еще более старые, какие-то там, ник написать 1,2,0, которые там 12-13 года, бог знает какие, и продаются за 25 тысяч рублей. Сейчас можно пойти и купить новые, добавив тысячу рублей, там, не знаю, или две. Вот эту камеру я нашел за 38 тысяч рублей на Авито, при том, что, как бы, новую, ну, можно по акции взять за 40, то есть, 2000 рублей добавить. И с гитарами, почему я начал с такого примера, все еще хуже, потому что я, в свою очередь, когда-то покупал обонес РГ-320, да, в 10-м году там буквально, 321-й, он стоил 8500 тогда, а Yamaha 310-й стоил 3,5. Так вот, сейчас их продают по 20 тысяч, 8500-20 тысяч, два раза дороже. Это старые убитые индонезийские бонезы, по 20 тысяч, серьезно, ребят, вы с ума сошли? То есть, они должны стоить 12, 350-й бонез, запомните все, стоит должен 14-15 тысяч рублей, 370-й стоит 18 тысяч рублей. Сейчас такое время, что почему-то за последние полгода мексиканские, именно еще до падения рубля, мексиканские фендера с 20 тысяч рублей, обычная цена 20-25, там, 26-27, начали вдруг стоить 40-40-ет. То есть, японцы убитые, в хлам какие-то, просто вообще, без какого-то техобслужения, где надо все менять, или уже поменяли на какой-то ширпотреб дешевый, какие-то китайскую фурнитурь туда засунули, они по 40-е, то вы что, с ума сошли, ребята? То есть, фишка в том, что Авито уже не то, не то, так сказать. Я долго время промышлял тем, что покупал там инструменты, многие мои инструменты, вот желтые бонез, мы купили когда-то за 10 тысяч рублей, и сейчас они там по 30 отдаются. Собственно, так и выгодно, так продавать купленные тогда-то инструменты. Индийский Джексон, мы покупали тоже желтый для обзора за 10 тысяч рублей. Мы много инструментов покупали в пределах 10 тысяч рублей. ОТД их и 300, сейчас 25, 30 тысяч. И фишка в том, что если появляется какой-то недорогой инструмент на Авито, то его тут же скупает какой-то перекупщик, ну, как я, каким был, собственно, да, чтобы потом его привести в порядок и продать дороже значительно. Или же его скупают какие-то магазины-фторички, которых сейчас развелось очень много, так же просто покупают этот инструмент. Ну, потому что выгодное предложение кто-то выложил по ошибке по незнанию ценовой политики, потому что, ну, на самом деле, мало кто ориентируется в сериях инструментов. Все так примерно по стране что-то там мыслят и все. Вот и получается, что найти инструмент на Авито можно, но все-таки, ребят, с опытом, с пониманием дела, попросить дополнительно всегда фотки, чтобы человек полностью отфоткал вам весь инструмент и вот только тогда можно покупать. Это та же самая история, как с машинами. Причем, причем меня, кстати, за все это время дважды умудрились еще и кинуть на Авито и ни менты, ни банк не помогут. Но это не значит, что надо этому бояться, потому что, можно сказать, презервативы не помогают, забейте на них, потому что там тоже там 300 случаев и тоже по статистике не очень. То есть я не отрицаю, купить удачный инструмент на вторичке за вкусную цену можно. Но мне постоянно, ежедневно кидают десятки ссылок с Авито подписчики, я смотрю, что они там находят и это, ну, эти инструменты половина своей стоимости не стоят. Это дешевые начального класса, просто убитые в хлам инструменты. Чаще всего новички почему-то целятся именно в такие на Авито. То есть, опять же, в реалиях эта ситуация работает немножечко вот так вот, без знания всего дела и понимания. При том, что, естественно, русский, собственно, отечественник вторички он тоже очень скудный, очень маленький на самом деле в сравнении с тем, что за рубежом. И еще надо понимать, что когда вы приходите в магазин, вы можете пощупать инструмент и выбрать вам в руки то, что ляжет, визуально то, что ляжет. А когда вы покупаете на Авито, вам приходит что-то невиданное, неизведанное. Это всегда лотерея. Там и визуалка отличается чаще всего, потому что фото какие-нибудь давно сделаны или как-то по-хитрому сделаны при каком-то неверном свете. И еще какие-то косячки всегда вытесняются, выясняются, всегда просто почему-то выясняются. И при этом еще и неизвестно, как инструмент звучит, понравится ли тебе это, как он, гриф какой у него, ляжет ли он тебе в руку. То есть, если ты не знаешь, что это инструмент, не игра на нем, не знаешь серию, не знаешь, как вот он сидит, то вряд ли он прям-таки станет именно твоей любовью. И при этом, придя в магазин, вторички или женовые, вы можете выбрать собственный инструмент вживую, пощупать. хотя бы в магазины и щупайте. И тут мне вообще все равно, где вы будете покупать инструменты, но я хочу до вас донести то, что не бойтесь ходить в магазины, новые магазины, вторички, где много инструментов, не бойтесь подходить к консультанту и говорить ему, я дуб-дубом, пожалуйста, объясните мне, что к чему, чтобы он вас посадил на стульчик, взял вам, дал стартокастер, рядом с севами сел, включил комик, показал, что вот видишь, здесь такой гриф, вот видишь, здесь такой корпус, здесь вылез, здесь только-то переключение, вот видишь, он на перегрузе у нас такой звонкий, он не только фонит, но он еще и читаемый, такой звонкий, едкий такой на перегрузе, такой пацанский, ты чувствуешь это? Ты скажешь, да, я чувствую это, потом он дает тебе Джексон, говорит, видишь, более плоский гриф, да, вот он для этого, видишь, датчики теперь у нас более мощные, но они чуть более мягкие, да, уже нет такой читаемости, у нас звук более плотный, такой именно, обволакивающий, то есть, вот эти все нюансы он должен вам рассказать, если он вас посылает нахрен, ну, ну, что тут поделаешь, ну, идите, ну, не надо этого бояться, просто человек заблудился, он, собственно, не должен работать в сфере услуг, вообще, от обращения к вам, ребята, если вы по натуре тварь, вы не любите людей, ну, зачем вы тогда пришли работать в сферу услуг, идите куда-нибудь работать, я не знаю, в политику, или где там, один сидишь там в четырех стенах и что-то делаешь, то есть, люди копили, опять же, полгода на инструмент, приходит к вам, у них момент счастья, вот он, наконец-то, совершился, приходит обменять денежки на счастье, а вы им вместо того, чтобы проявить эмпатию, понять, что человеку нужно, то есть, да, чтобы сделать его счастливым, и он еще потом приходил, вы им продаете то, что вам нравится, или посылаете нахрен, ладно, не об этом. Следующее, почти всегда новички, когда покупают, или какой-то бюджет готовят на инструмент, они весь его вбухивают в гитару, в общем-то, чтобы у нее, как по факту мы выяснили, оказывается, пограсивше, там какая-нибудь там окантовочка появилась, и за это они отдали плюс 10 тысяч рублей, по факту, с теми же датчиками, тем же грифом, то есть, при этом, они абсолютно не парятся о комбиках, а в комбике, если добавить хотя бы 5 тысяч рублей, взять комбик не за 10 тысяч рублей, а за 5, вы получаете колоссальную просто разницу в качестве, покупать самые дешевые комбики не стоит, но и вот этот вот вариант, типа, я куплю звуковую карточку, и там звук намного лучше, то да, как бы, звук на плагинах через звуковую карточку намного более реалистичен, и современнее, актуальнее, лучше, не знаю, чем звук на дешевых комбиках, но просто не надо попадать в дешевые комбики, когда я запускаю плагин, я вижу кучу ручек, кучу ручек, я примерно представляю, какая из них на что влияет, далее, я начинаю крутить их, и смотреть, как она действительно в реальности уже работает, в этом плагине, и какие здесь нюансы именно в этом плагине, далее, я смотрю, что вот, допустим, в STL или THU, мне нравятся усилки, но там не очень удобно работать с кабинетами, я ищу, что, допустим, в этом плитюбе кабинет не очень, но с ними удобно работать, например, в четверке, да, а в третьей хотя бы были открытой, то есть, я все это смотрю, я собираю себе цепочку звука, новичок, 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 чаще всего новички мне пишут, то, Илюха, объясни, мне, сними видео о том, пожалуйста, вот, что, 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 что вот эти вот переключатели на гитаре делают, какие там нафиг плагины, у меня уже куча моих знакомых, друзей, подсела на, собственно, на гитаризм, насмотревшись на меня, я всем своим знакомым продавал гитары, и многие из них сначала пробовали играть через, собственно, карточку, действительно, ну, типа, по идее должно быть все лучше, по идее, но по факту они потом приходили и говорили, Люха, дай мне, пожалуйста, компик нормальный, это в лучшем случае, а в худшем они забивали на музыку, потому что, ну, не может новичок с самого начала рулить сразу клевый звук, или он начинает рулить, и бесконечно в итоге не занимается, то есть, купите нормальный моделирующий компик, их сейчас в миллион, вам этого хватит за глаза, опять же, мы не говорим сейчас о реалистичности, вы не создаете супер какие-то там дорогие миксы с нюансами, да, вы новичок, вам нужно заниматься, вам нужно научиться играть чисто, красиво, то есть, зажимать, и для тренировки вам любого комика, сейчас такое время уже за 15-20 тысяч хватит, просто вот так вот, ну, и последнее, я чувствую вас уже изрядно подмучивал, это то, что не надо ориентироваться на, а, собственно, большие бренды, покупая комик за 5-7 тысяч рублей, Marshall, там, или Fener, там, или Bonnest, не надо думать, что они прославились благодаря этому комику за 5-7 тысяч рублей, он мало чего имеет общего с тем топовыми моделями, из-за которых они, собственно, получили свою значимость в каких-то там годах, то есть, и возможно, что какой-то комик от компании Blackstar, там, Boss, или Roland, или Vox, которые вам неизвестны, возможно, они окажутся даже и посерьезнее, получше в этой ценовой категории, то же самое с гитарами, покупая гитару там за, я хочу непременно гибсон, и покупая ее за 60-70 тысяч рублей, может оказаться, что какой-нибудь Schecter, который, да, или какой-нибудь, там, не знаю, Bonnest, за эти же деньги, ну, Bonnest, это еще известная гитарка, но, в общем, можно найти инструмент, который будет стоить дешевле, но при этом намного качественнее, из более качественных тех же самых комплектующих, то есть, такое частенько случается, поэтому, вслепую, там, покупать комик Line 6, потому что на нем написано, что его полюбили, там, 2 миллиона гитаристов, ну, это такое, плюс, ребят, не забывайте о том, что в каждом магазине есть дисконты, то есть, что такое дисконт, зачастую туда попадают инструменты, которые были в сервисе, что делали в сервисе, ну, допустим, гитарка подсохла, вылезли лады, в сервисе их подровняли, то есть, это дополнительная работа мастера, после которой инструмент стал дешевле вдвое, то есть, там, скидка 50%, куча инструментов попадает туда, просто из-за какой-то там царапинки, там, кто-то там из покупателей, ну, просто уронил, там, он у него выпал, там, что-то еще, какая-то мелочь, которую вы, может, даже и не найдете, и не увидите, но инструмент имеет скидку, там, 30, 40, 50, 60%, и в моем магазине частенько, там, до 10 инструментов, можно было купить, реально, со скидкой 60-50%, они были нулевые, ну, потому что, ну, вот так вот это работает, поэтому не забывайте, что есть еще дисконты, и надо спрашивать, и узнавать, а почему она уценена, пускай вам покажут, то есть это все, да, вы покупаете инструмент без гарантии, в магазине получается, собственно, но вы покупаете его, получается, как наобито, только дешевле, и при этом вы можете его еще пощупать, и напрямую сравнить в магазине, с другими инструментами, чтобы понять, а это ли оно ваше или нет, все, на сегодня все, пожалуй, потому что, ну, и так очень много получилось, если вам было полезно это видео, я как обычно требую свой лайк, заслуженный, да, и требую ваш комментарий, напишите ваше мнение, потому что все о том, о чем я говорю, это на самом деле довольно исправная ситуация, и, конечно же, всегда делаю случай, но я привел вам довольно весомые аргументы, поэтому вы можете привести мне свои, собственно, аргументы в комментариях, всем пока, подписывайтесь на канал, также ты можешь поддержать мой канал, получить за эту кучу дополнительного материала, между прочим, я снимаю его чаще, чем на основной канал, в общем-то, и куча всего интересного, полезного, а также смайлики, с комментариями, и вот всякую такую шляпку от ютуба, все, до новых видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok